Ты очень часто говоришь, что в нашей стране детям на лечении собирают смс-ками. Вот Сега интересуется. Николай, расскажи, правда ли, что ядро голосует так, как им велят по смс? Слушайте, я видел это лично. Я, будучи на протяжении почти пяти лет депутатом нашего регионального парламента Саратовской областной думы, я видел, как эти решения реализуются. То есть, условно говоря, сверху из Москвы, как правило, по регионам рассылают установку по принципиальным вопросам. Как правило, это, ну, к примеру, какие-то федеральные инициативы, там, та же пенсионная реформа, да, или те же, там, обнуление Конституции. Это может быть инициатива касательно оптимизации системы здравоохранения, когда нужно забрать оттуда деньги. И собирается узкий круг. Единая Россия, это не только мой регион, это просто, знаете, как срез ситуации по стране. И на федеральном уровне то же самое. Собирается совет власти, да, самые авторитетные жулики, да, на уровне, там, федеральном или региональном или муниципальном. И они говорят, что вот, значит, пришла такая установка, нам, значит, вот нужно привести региональное законодательство в соответствии с федеральным. По сути, это технический вопрос, но, чуть технический, потому что, ну, регион фактически обязан это сделать, к примеру, да, если там уже закон принят на федеральном уровне. Но есть держащий фактор в виде характера органа власти, да, его публичной сущности, да, стороны. То есть это представительский орган, представительский перед народом, да, то есть люди туда типа делегировали своих представителей, и они вот вроде как в интересах людей должны принимать законы, а они на деле принимают законы против интересов людей. И это является серьезным таким сдерживающим фактором, не сдерживающим, а фактором давления. Потому что жулики строят планы, как сделать так, чтобы встретить минимальное сопротивление, минимизировать сопротивление общества. И они пишут свой закон, там обсуждаются, значит, юристами, там, или там какими-то уполномоченными профессионалами, специалистами в этой сфере. Как вот это зауалировать, как это сформулировать, как сделать пояснительные записки или придумать название закона, чтобы вот люди не поняли, да, что, собственно, происходит. Во вторую очередь обсуждается вопрос, кто это будет продвигать, да. То есть нужны не просто инициаторы, чьи фамилии будут стоять в этом законе, нужны люди, которые будут озвучивать это. А это очень серьезная, серьезная тема, потому что на этой стадии, если человек не будет убедительный, это может вызвать очень широкий резонанс. И черт его знает, во что это теоретически может вылиться, да. Второй вопрос, если говорить о фамилиях, да, кто это предлагает, то, конечно, там, чем больше, тем лучше, они замазывают себя, знаете, как вот такое понятие, кровью замазать, да. Вот это то же самое, да. Вы все подпишитесь, чтобы вам точно нельзя было переобуться, потому что вам люди этому уже не простят, поэтому давайте, чем больше, тем лучше. И в тот момент, когда они голосуют, вот, ну, представляете, там, 30 вопросов на повестке дня, у каждого единоросса есть бумажка или файл в телефоне, или смс-очка, или, ну, то есть у них есть разнарядка, как, по какому вопросу голосовать. Представляете, насколько эта тема, насколько эта тема серьезная, да. Вот была ситуация с пенсионной реформой, у нас были жулики и воры, которые, знаете, что говорили, они говорят, мы против, но нам сказали голосовать за. Ну, это прям в цвет. Понятно, что есть тема, знаете, партийной дисциплины, или там какие-то, значит, вопросы, там, я не знаю, ну, такие коллективные, да, где решение принято, и, собственно, они, как бы, обязывают все это выполнять. Но в данном случае здесь речь идет о аморальных решениях, аморальных, незаконных решениях, да, которые противоречат и Конституции, и, я не знаю, понятию нравственности. И я, как человек, который видел это в первых рядах, я вам скажу, что большая часть депутатов даже не понимает, что происходит. Они понимают, что это хорошо или плохо, но они не знают конкретики. То есть, например, руководитель очень крупного предприятия, на нем работают, там, к примеру, 3 или там 5 тысяч человек, там, выручка этого предприятия исчисляется миллиардами, его доходы официальные миллионы рублей в месяц, неофициальные в 10 раз больше, потому что у него там подряды, закупки, он, значит, там, какие-то мертвые души, в общем, бесконечное поле для личного обогащения. Ему эта дума нафиг не нужна, ему нужен этот мандат для того, чтобы с налоговой, если что, решить вопрос, или какие-то, значит, проверки, там, со стороны, там, я не знаю, каких-нибудь УБЭПов или других органов, чтобы минимизировать эту вероятность. Есть у нас, там, какая-то тема, например, там, ковида, да, и правительство формирует список, как этот список называется-то, предприятий, как он, как он... Системообразующих предприятий. Системообразующих предприятий, да, товарищ подсказывает правильно. И ему нужно туда попасть, да, ну, и, естественно, он, его интересует только это. Все остальное для него, это какая-то, там, лишний балласт. Вот, представьте, вот он приходит на заседание, понятия не имеет, что это за вопросы, что это за законы, что это за нормативные акты. Он не читал это, у него голова другим вообще забитая. Он пришел, чем раньше он отсюда уйдет, тем для него лучше, потому что у него огромные возможности, бесконечные, значит, финансовые и другие, там, плюшки. Ему нужно идти наслаждаться жизнью, а он, вот, значит, в этой думе сидит. Поэтому для них, конечно, идет рассылочка, да, кому-то письменно дадут, кто с телефоном не дружит, да, кому-то, значит, пришлют это. И они, естественно, проголосуют так, как говорят наверху. Это происходит не потому, что они глупые, не потому, что они там неспособные, не нужно тут примитивизировать их сущность. Это просто объективная вот такая вот реальность, да. Они пришли туда не для того, чтобы вникать во все это, тратить на это силы. Они пришли, потому что у них есть конкретный меркантильный личный финансовый интерес, да, быть депутатом. Чтобы у него там стройка была активнее, чтобы землю выделяли. Или там, я не знаю, какие-нибудь контролирующие в сфере строительства государственные службы и учреждения подмахивали ему подписи, где нужно. Ему нафиг неинтересна вот эта депутатская деятельность. И, с другой стороны, есть система, которой очень нужно, да, чтобы он проголосовал так, как требует наверху. Во-первых, чтобы показать единство, что единая Россия, значит, вот вместе сплочена. Во-вторых, чтобы тупо голосов хватило протащить какой-либо закон. Потому что есть инициатива, которая требует не большинство, а две трети голосов депутатов. И при наличии представителей со стороны КПРФ, там, может, самодвиженцы или там еще как-то, да, там, другие партии, это иногда действительно встречает очень большую проблему. Поэтому, да, им просто, собственно, готовят заранее итоги их голосования, как они себя должны вести. А в случае, если, ну, ну, к примеру, да, бывает так, что, я видел такое, обсуждается вопрос. В рядах Единой России идет, ну, знаете, некое такое раздрай, да, какое-то смятение, и ряд депутатов показывает свое недовольство. Их приструняют как раз путем их телефона, им звонят просто прямо на заседании. Не думай, я такое видел, говорят, заткнись, или там, ты пожалеешь, там, ну, им пишут что-то, да, вот такое вот, это прекратите, там, голосуйте, прям вот так вот. И да, можно сказать, что в этом случае им прям в прямом смысле слова указы идут по СМС. Продолжение следует...